Вновь рада приветствовать всех у себя на канале. Сегодня влог дачный. Уже почти месяц прошел с того момента, как мы в прошлый раз снимали ролик. И сегодня я покажу, что у нас растет, что у нас немножко продвинулось. И давайте... Хотя вот мы сегодня приехали, только приехали и пошел дождик, не знаю. Ну, быстренько пройду, покажу. Итак, перед участком установили столб и проводим электричество. Скоро у нас будет электричество. Теперь я покажу, куда приходится ходить за водичкой. Вот мы пойдем здесь по дорожке. Вот немножко вот туда нужно дойти и покажу поближе. Вот уже мы пришли. Здесь у нас был соседний участок. Стояла дача, но, к сожалению, уже заброшено все. И там вот, если посмотреть, у нас там дачка, там. Но в окружении, в общем, есть дачки. Вот у нас у соседей был вырод участок. Вот такой колодец и вот там сколько воды. Наполовину меньше стало, чем было изначально. Кругом радуют своей красотой люпины. Вот их сколько. Много птички. Ой-ой-ой, распелся громкоголосый. Ну и идем на дачу. Ну и это уже наши владения. Полузапущенные, конечно. Здесь картошка подросла. Теперь вишни все кругом затягивает. Приходится их вырывать. Вот так вот выглядят ягодки. Красовица. Птички их кушают с удовольствием, конечно же. Поеденные, самые красивые, вкусные ягоды. Здесь петрушка. Я в прошлый раз ее удобрила хорошей земелькой. И она вроде как хорошо прижилась. А то не очень хорошо была. Здесь мы запустили. Но думаем, что семечки может получим от редиски. Здесь пробно. Вот это пробно. В мешках я решила попробовать посадить картошку. Посажена она гораздо позже, чем вообще на участке. И смотрите уже какого размера сама ботва. Здесь посадила огурчик. Но он, не знаю, когда ему придет пора расти. Так сидит маленький. Это дерево, живое дерево. Перевезла из дома. Были отростки. Но решила посадить. Посмотрю, что будет. Точно так же посадила в такой же мешок. Надеюсь, приживется. Пока было у нас очень жарко. Но он все равно выдержал это. Облепиху я подстригла секатором. Она стала так проветриваемо, красиво выглядеть. Вот на этой грядке, помните, тоже пробная у меня грядка. Там снизу ветки, потом трава и земля. Вот что растет. Помидорки это были у меня самые слабенькие посажены в первую очередь. Потому что мы здесь прикрывали вначале. Сейчас они не в открытом грунте уже, можно сказать. Так что растут. И пробно первый раз вообще я посадила баклажанчики. Вот как они себя чувствуют. Изначально были немного, но немного, может, и хорошо поражены. Так как у меня опыта не было. Поэтому я смотрю только по компьютеру. Что им нужно, какой уход. И вот давайте поближе посмотрим. Здесь, не знаю я, или это цвести он собирается. Вот как бы вот чуть-чуть. Помидорки тоже набирают цвет. И там вот еще один. Мне кажется, четыре баклажанчика. Было один, куда-то исчез. Вот в прошлый раз мы приехали, и его не было. И вот здесь еще один баклажанчик. Ой, вот здесь вот я вижу у него типа завязи, что ли. Вот видите. Ну, надеюсь, порадует нас хоть немножко урожаем. Вот здесь перчики сидят. Здесь немного грядка Виктории. Лера там возмущается, что птицы едят ягоды. Вот здесь у нас здесь ягодки красуются. Но, в общем-то, не сказать, что совсем раньше не было. Теперь вроде как... Это здесь двойное... Нет, вообще три куста растет вот на этой грядке. Лера, привет! Или не покажешься ты нам? Давай нам покажи привет. Поздоровайся с нами! И вот здесь я хочу вообще-то вот таким образом сделать грядки, чтобы и с той, и с другой стороны подходить к ягодам. Вот две у нас такие. Пробно маленькие посажены. И сейчас перейдем к кукурузе, к капусте. Капуста находится вот под таким укрытием. Мы посадили ее, ну, можно сказать, поздненько мне дали. И давайте я открою и покажу, что у нас там. Да, здесь так как была жара. Вот эти первые четыре я покупала и садила отдельно. Их в первую очередь, вот они были посажены. Я целенаправленно из-под них не убираю траву, потому что было очень жарко, и травка, я считаю, что спасает от такой жары. И влага сохраняется. Здесь вот эти посажены чуть позже. Но, во всяком случае, они принялись. Ну, думаю, порадуют нас немного хоть урожаем своим. Все равно свое. И вот здесь вот еще. Ну, такие, как бы сказать, слабенькие. Но я их посадила через неделю после вот этих. Эти, конечно, лучше себя чувствуют. Ну, и, конечно же, как без этого? Это лук. Две грядки. И перейдем к Виктории и гороху. Вот это я посадила, уже рассказывала, что ремонтантная, которая должна плодоносить с ранней весны и до поздней осени. Здесь тоже хорошая вот эта вот Виктория. Но вот, к сожалению, видите, птички кушают самые красивые ягодки. Надо что-то делать. Я уже видела, что накрывают сеткой. Но мы здесь не так часто находимся. И если в сетке птичка запутается, она может погибнуть. Поэтому, не знаю, что-то нужно придумать. Горох, ну, вроде не такая жара стоит. Поэтому вот начинает цвести. Надо сегодня подвязать его. Здесь еще лук. Там смородина. Вот этот куст первый, он у нас сладкий. Самый, вот видите, он пораженный. И с ним тоже что-то нужно будет делать. Но хотя я вот от него отсадила отросток. Здесь еще фасоль. Грядки пока не допрополоты. Надо прополоть еще. И давайте к самой красоте. Вот это также пробная грядочка у меня. По краю я посадила свеклу. Она также снизу ветки, потом трава и поверху земля. То есть вот это вот такая грядка. Она очень, я считаю, хорошо зарекомендовала себя. Мне нравится свекла. Вот смотрите, какая хорошая свекла. Арбузик. Вот как себя чувствует. Зарядка у телефона сейчас сядет. Не знаю, успею ли я показать. С этой стороны вот здесь вот нету свеклы, а вот здесь вот хорошо она растет. И давайте перейдем. Вот у меня пробная еще в мешке помидорина сидит. Также вот видите, она уже скоро будет набирать цвет. Ну и огурчики красавчики. Вот эта грядочка. Мы вот так вот натягиваем пленку. И здесь у нас огурцы. Сделала я подвязки. Вот такие вот веревочки из джута. Ну как бы местами вроде тоже уже цветет. Местами уже завязи маленькие. Маленькие совсем появляются. Будем надеяться, что скоро будем с огурчиками. Хоть какой-то урожай, но будет свой. Ну и здесь у нас чеснок. Вот единственное пол грядки моркови, которую я посадила очень рано. Еще снег лежал в этой части участка. И самая-самая неприятность у нас. У нас вот эта гряда была дважды засеяна морковью, но у нас так она и не взошла. А мы уже в прошлый раз полили солью и накрыли пленкой. Думали, может оживиться она. Но, к сожалению, что-то нужно будет делать с этой грядкой. Здесь вновь чеснок. Тоже растет. Ну и давайте теперь приблизимся. Это, похоже, это кабачок. Потому что, вот, смотрите, если такой длинненький, мне кажется, это кабачок. Мама не знает, когда она садила. Здесь или дыньки, или тыквы. Вернее всего, наверное, тыквы. Тыквы будут нас радовать, я надеюсь, в этом году. Ну, вот такие огромные они. Здесь я немного посеяла репу. Тоже растет потихоньку. Здесь очень поздно уже посадила дыньки. Ну, тоже растем. Надо их немножко порыхлить, наверное, вокруг. Здесь картошка. Часть я вот начала полоть, а часть пока в таком неприглядном состоянии. Нужно браться за нее. Здесь поле, как я вот говорила, что вот это поле просто-просто Виктория растет, как желает. И вот, смотрите, вот так выглядит Виктория. Это тоже сладкий сорт. Ну, хорошая Виктория, хорошая ягода. Я вот ее, наверное, размножу еще, грядку сделаю свежую. Здесь дыньки. У меня были семена подсушенные. И вот так чувствуют себя дыньки. Тоже скоро будут набирать цвет. Здесь нужно прополоть это свекла. Это вот, если смотреть, то это вот рядышком у нас дуб. И здесь земля такая не очень плодородная, потому что дерево берет много витаминов. Так, следующее. Опять экспериментирую. Где-то в интернете она смотрела, что против всяких вот этих микробов, вирусов, которые в капусте сидят, нужно вот эту вот, как она называется, полынь. В прошлый раз я, в общем, нарезала полынь. И у нас, вот видно, что вот этот куст, вот эти три кустика съедены. И под ними я насыпала полынь. Прямо настригла секатором. И теперь видно, что вот в этот раз, еще, кстати, еще обливали мы, поливали с солью или с чем-то там, я уже не помню, надо записывать даже. Вот. Видно, что свежие листочки растут, но такие уже не пораженные. Будем надеяться, что мы ее восстановим. Ну вот, из цветной капусты только вот эти три кустика поеденные. Здесь, опять же, совсем вот близко к дереву. Здесь у нас дизайн-калош. Мы их приставляем, чтобы капусту не поранить. Накрываем простынью. И вот таким образом здесь у нас растет капуста. Эта часть капусты я вам там показывала, она покрупней, а вот эта вот еще совсем маленькая. Здесь яблочки. Это обычные красные яблоки. И поле. Целое поле. Здесь вот мы боремся и с люпинами. Сколько уже их повыдергали. Они нас одолели. Все-все-все. Прямо кругом распространились. Елочка растет на участке. Там вот это большое дерево. Это ирга. Кругом, конечно, видно, что вишня. Здесь не помним. Сейчас уже вели дискуссию. Нет, вернее всего тут белый налив. Вот это, наверное, была яблонька белый налив. Но, к сожалению, вот она в этом году что-то совсем похоже погибла. Немного слив. Будем надеяться, что они у нас доспеют. В прошлом году мы их кушали с огромным удовольствием. Здесь яблонька белый налив. Но в этом году, мне кажется, она даже не цвела у нас. даже вот яблочек на ней нет. Отдыхает она у нас. А здесь яблонька большая. Это маленькие красные яблочки. У нас у соседей вот за этой яблонькой получается там агат. Агат, что ли, она называется, да? Не слышит меня. Вроде агат. У дяди Юры, которая мне нравится. Вот оттуда мы посадили мне сосед, друзья, они наши по даче. Вот здесь вот привили такую яблоньку. У нас дождик и все тут совсем заросло моментально. Вот она прижилась. Вроде как будем надеяться, что порадует. Но хотя для свое берет. Я в прошлый раз обработала. Вот видно, что полито с чем-то беленькое. Нет, не уралец. Здесь привезена веточка, кустик маленький был посажен войлочной вишни сладкой, вкусной. Но пока она еще не цвела, не было ягод. И здесь я пересадила черную смородину. Не помню, где или со своего участка, или откуда-то принесла. Тоже полила в прошлый раз смородинку. И вот эту сладкую я пересадила со своего участка. Хорошая сладкая смородина. И вот она можно видеть, что она прижилась. И будем надеяться, что порадует нас ягодками. Вот эту старенькую я, наверное, ее потом обрежу. А свежие вот эти веточки будут здесь расти. И еще немного не показала салат посажен. И мне кажется, вот это рокколи. она смотрите такая маленькая по сравнению с салатом. И вот она как выглядит. Не знаю, первый раз ее садила. Будем ждать результатов. Ну и вот так выглядит в общем наш участок. Здесь пионы уже отцвели. Здесь яблочки. Пройдем поближе. Здесь вот еще слива. и вот это вкуснятина. Вот это наверное уралец. А вот длинная вот эта высокая яблонька это уралец. Ну не так много яблочек конечно на ней, но будут. А вот это вот вот эти не знаешь. Но это тоже вкусные яблочки. здесь тоже мы их с удовольствием всегда кушаем. Ну и на этом я буду заканчивать свой дачный влог. Вроде всем поделилась что у нас есть. В домик я даже и не завожу. Там у нас сейчас конструкция пока что еще не провели свет. Не допровели. И поэтому у нас там беспорядок. Мы ладно с вами так попрощаемся. Тут вот под ногами кругом ягоды. И поэтому приходится вот по всему участку ходить и собирать. Там вон мама собирает, там Лера собирает. и сейчас я присоединюсь к ним. Ну а я с вами прощаюсь. Всем до новой встречи. Удачных вам дачных работ и хорошего урожая. Всем пока.